Ночь с красивого понедельника, ориентировочно где-то 12-12.20. Я был до дачи, деревьями, называется Жернево. У нас был XS в прошлом году. Нас обстреляли вместе с соседами из ружья. Мы как бы самые первые находимся в дороге. Постреляли из ружья, и жена попросила, то есть проговорила и с моим отцом, и со мной, что давайте пробраться. Я был на первом этаже, и мне говорят, иди, тебе сейчас твоя помощь нужна, иди в кино погляни. Тут сидел, смотрел шоу «Уральские пельмени» и услышал какую-то воздю в коридоре. У нас там сначала прибанник идет, а потом уже непосредственно вверх. Я подумал, что, блин, может, кошка пробралась. Хожу и вижу, что, ну, и слышу, в смысле, что у меня проворачивается нижний ключ замка. Вот. Я сразу приошел, закричал в жиде, чтобы она срочно с ребенком закрылась в комнате. И в этот момент начал поворачиваться вертлюжок. И уже, когда пошло движение у этого, у меня все моментально в голове. Я же не просто там таким ором, срочно, сам прибежал наверх. Вот. В этот же момент, как бы, я только разворачиваюсь, чтобы бежать, открывается дверь, и у меня, как бы, налетает на меня в атаку. Ну, там, я сначала увидел поворот, а сзади потом третий стоял, как бы, смотрел. И вот, первый был с пистолетом, предварительно, ну, как в темноте, то, что я свет выключил, я смотрел телик без света. Макаров с глушителем. Он на меня налетел, повалил, закричал, не рыпайся, милиция. Ну, что я, как бы, типа, какая милиция, вы о чем? Мне тут же стукнули по голове, ну, так, рукоятка слегка. Думали, что я вырублюсь, но я, как бы, не вырубился. Вот. Меня схватили за руки, в две руки, начали сбивать ногами, тащили в ванну. Я пытался встать, мне поддых дали. Ну, вот я уже не сопротивлялся отдышать у него. Меня тащили туда и приковали на руку к радиатору отопления. После этого командовали такие, что голову не поднимают, ну, застрелим тебя. Ну, все нецензурное, все. Один славянин, на русском, ну, вот так он, не даже не уголовным, а просто вот отцанском каком-то. Вот. Два других выхода с Кавказа. По моему субъективному ощущению, в Адагестан. Ну, соответственно, мне поставили на колени, приковали, и типа, типа, Володя, ты попал, мы знаем, что у тебя есть деньги, вот, что-то получил сумму, там, порядка полмиллиона долларов, отдай ее нам. Я говорю, я не Володя. Они раз так поговорили с собой, ведь это в сути не влияет, где деньги, где снять этих денег. Ну, меня начали сбивать то, что. Где-то под утро, типа, что-то такое несговорчивое, отащили утюг, начали меня утюг, он был, этот славянин. Все остальные ушли куда-то, душили пакетом. Я так аккуратно там, дырку спел сделать маленькую, поэтому, как бы, ну, чуть-чуть у меня все равно поступало, но при этом они вот конкретно тянули к тому, чтобы, то есть, из-за коды, голову запрокидывали, особенно дагестанцы, то есть, как бы, классический случай, когда вот так, чтобы человек наизлом, чтобы, страшно, вот, и потом они, как бы, меня там, замочив, так, что я уже там с них, уже начал теряться вообще. Они вообще не бросили и пошли вскрывать, ну, как бы, всякие там, шкатурные какие-то, пирас, я подергал наручник, и он у меня слетел с батареи. Я посмотрел, что они откликлись, я открыл окно, ну, на первом этаже, и прям на доли секунды спрямил, а у меня сил просто не хватало уже. я пробежался, хотел выбежать, но понял, что они тюкнулись, я замелся в там, туи, в периметре, они не спрятался, иначе, ну, надеяться, что они подумают, что я убежал. Ну, они начали по кругу идти, с ударения, я увидел, что конец приближается, а мне сил просто не было. Я начал звонки звать на помощь, кричать, помогите, помогите, соседы кричать, ну, Саулюс, помоги, там, и все. Ну, на методу вытащили, сжали мне кадык, наваляли мне, запихнули меня с черного входа через котельную, там еще топтали, потом уже притащили в ванну, с комментариями, ну, все, типа, ты попал, мы тебя убьем, если ты сейчас не скажешь, где чего, мы тебя убьем, но обливали или спиртом, или что-то таким. Я бы сказал, что я покажу, где что есть, хотя у меня в голове было только еще раз попытаться откомнить, сленять. Вот, я их повел на третий этаж, якобы там есть заначка, якобы, хотя у меня, как бы, идея была такая, что они, ну, опять же, отвлекутся, и я уже пытаюсь откуда-нибудь вылезти. Они меня стащили вниз, вот, и говорят, давайте, ну, девку пойдем мочить, все, этот безнадежный, его сейчас мы, отгоним, пустим, вот, и скинули меня еще раз, с батареей, вот, ну, застегнули, вот этот, который сумасшедший славянин, он еще раз прилетал с судьбом, меня этим паром катался, в лицо, на голову, вот, я услышал, как они пошли помогать, взломали дверь, то есть, не очень женит, ну, я слышал, ощечины, удары, и я помню, что они, они, как-то, все окончились, а у меня вообще сил не было, но, меня перед этим ухо, пассатижами оторвали, те же кинули на полу, как говорили, с подмойкой, я, ну, уже отчаянно, жестко, я отвернул гайку, которая на радиаторе, и, вывернул, браслет, и побежал, что еще сил, на улице, все двери, казались открыты, бежал до соседа, начали кричать ему, что там, ну, и тогда стали, прям в двери платиться, мужики, то есть, как бы, подозрались, там, Саулюс, там, его жена, там, еще они, ну, по-моему, кто-то еще, там, кто-то, они начали с шумом, там, вот, все, милиция, милиция, полиция, ну, потом, действительно, уже, пока, одни говорили, что, вот, реально, визуне.